Рассказывают, что царь Пётр частенько в заморские страны ездил, любил своими глазами посмотреть, как и что, прикидывал, где и чему хорошему поучиться. Однажды приезжает он к Лазоревому морю. Заморский король его встречает, во дворец ведёт, показывает ему всякие диковины. «Жаль мне тебя, царь Пётр, живёшь ты среди тёмных людей, ничего-то они не знают, ничего не умеют. Взгляни вот, какие мастерицы в моём королевстве имеются!» И показывает кружевную скатерть. Царь Пётр посмотрел на скатерть и засмеялся. «Где же ты в своей стране видел берёзки да ромашки?» «Это русское кружево из моей страны». «Быть того не может!» – вскричал король и стал скатерть в увеличительное стекло рассматривать. Но смотри, не смотри, берёза берёза и останется. Рассердился король, приказал позвать к себе купцов. Те бросились королю в ноги и признались. «Виноваты, ваше королевское величество, не вели казнить, вели миловать! Не наших это, мастериц, дело! У русских кружевниц куплено, у семи катерин! Лучше их никто кружева плести не умеет, Богаче узора нигде не найдёшь! Что это за семь катерин? Опять меня обмануть хотите?» – разгневался заморский король. Тут уж царю Петру пришлось за купцов заступиться. «Есть в моём царстве такие кружевницы! Слышать я о них слышал, хоть и видеть никогда не видел. А заморский король разошёлся, и царю Петру веры нет. Не верю! Покажите мне этих катерин! Едем к ним сию же минуту! Ну, царям сборы недолгие, Приказали лошадей запрячь и поехали. Начали путь в коляске, А потом и в сани пересели, В соболи и шубы оделись. Ехали, ехали, Наконец до села добрались, Где кружевницы живут. Вышли на крыльцо семь катерин, Все статные, русые, ясноглазые. Поклонились они гостям в пояс, В дом к себе пригласили, А сами за работу сели. У каждой на подушечке Свой узор заплетён. У одной будто волны под руками струятся, У другой над небывалыми цветами Невиданные птицы порхают, У третий по всему кружеву Звёзды рассыпаны. Дух захватил у заморского короля, Он щипать себя стал. Не во сне ли всё это? А почему вас всех катеринами звать? Спросил царь Пётр. Наши матери сёстры, Они так любят друг друга, Что нас, своих дочерей, Назвали всех одинаково. Тут заморский король в себя пришёл, Спрашивает, А кто вам узоры даёт? Продайте мне их, В убытке не будете, Отвечают кружевницы. Нет у нас никаких узоров, Сказки нам помогают. Покупаю, покупаю! Где они, эти сказки? Сколько их у вас? Засмеялись кружевницы. Сказки у нас не продажные, Мы их сами складываем по очереди. Что ни кружево, То и новая сказка. Царь Пётр попросил, Расскажите их нам. Люблю сказки слушать. Сёстры не заставили себя Долго уговаривать. С тех пор Кружевные сказки И гуляют по свету, От старого к малому. Когда-то, Очень давно, Снежинки были все одинаковые. Просто падали на землю Маленькие белые шарики. И Мороз ещё не был дедом, А всего-навсего небольшим, Шустрым парнишкой. Морозкой. Придёт, бывало, На смену осени Морозка И начнёт хлопотать С утра до ночи. Украшает снегом землю, Реки льдом, А птицам и зверям Выдаёт на зиму белые шубки, Чтобы им легче было От врагов спрятаться. Сделает он все эти дела И не знает, Чем бы ещё заняться. Скучно станет Морозке. Ходит он по земле унылый, Неразговорчивый. Звери и птицы На перебой зовут его в гости. Морозка, Иди к нам орехи грызть, Приглашают белки. Морозка, Давай на перегонки бегать, Лопочут зайцы. Поиграй с нами в прятки, Морозка! Кричат ему снежно-белые куропатки. Морозка с большим удовольствием И сладкие орехи грызёт, И в весёлые игры играет. А только ведь всё надоест, Если повторяется одно и то же Изо дня в день. Махнёт Морозка в тоске рукавицей, И в тот же миг Из белой тучи Полетит на землю Видимо-невидимо снежинок. Но и от этого веселее ему не станет, Ведь все они однообразные, Уныло одинаковые. Платье одной снежинки, Точь-в-точь такую, как у другой. Посмотрит, посмотрит на них Морозка, Закроет глаза и заснёт, Не взначай, где-нибудь под елью. А как заснёт, Развяжется у него широкий кушак, Вылетят оттуда злые ледяные ветры И начнут с воем по земле гулять, На всех страх наводить, Всё живое морозить. С трудом разыщет спящего Морозку Какой-нибудь старый заяц, Растолкает и, стуча зубами от холода, Начнёт упрекать его. Ну чего ты спишь, Морозка? Твои ветры нас совсем заморозили, Никакая шуба не греет, У медведиц и малышей простудились, Кашлять начали. Скочит Морозка на ноги. Стыдно ему. В самом деле, кто же спит на работе? Сердито свистнет ветром, И те снова покорно уберутся к нему в пояс. Завяжет Морозка кушак крепко-накрепко И побежит перед медведицей извиняться, На новорожденных медвежат поглядеть. Так и скучал бы Морозка Каждую зиму и по сей день. И кто знает, Случись поспать ему подольше, Давным-давно ледяные ветры Заморозили бы на земле всё живое. К счастью, Он увидел Аннушку-кружевницу. Вот как это произошло. Шёл однажды Морозка Глухой ночью мимо крутого оврага. Глядь, на его обрыве Старая избушка виднеется. Поднялся он выше, Заглянул в оконце. В горнице лучей нагорит. Сидит на лавке девочка лет десяти-одиннадцати. Перед ней на подставке Круглая подушка лежит. На подушке булавки натыканы. Смотрит на них девочка И руками целый ворох тонких деревянных палочек Перебирает, Перекидывает их пальчиками Туда-сюда, туда-сюда. Сначала Морозка подумал, Что девочка палочками просто забавляется. Заигралась и про сон забыла. А потом пригляделся внимательно И ахнул от изумления. С подушки сбегало вниз Широкое узорчатое кружево. А на нем... По нижнему краю, словно живые, Вьются подснежники, ромашки, колокольчики. Среди них порхают бабочки. А по верхнему краю Сидят певчие птицы. Стоит у окна Морозка И не в силах от кружева глаз отвести. Так вот, что на свете бывает. Красота-то какая невиданная! Морозка постучал в окно. Как тебя зовут, девочка? Спросил он. Аннушка, а тебя как? Морозка. Не нужна ли тебе моя помощь? Скажи, я все сделаю. Нужна, как не нужна. Дров в избе не полена, Хлеба не кусочка. Хоть бы кружево кто купил. До купцам сюда не добраться. Все дороги снегом занесены. Ни пешему не пройти, Ни конному не проехать. Отошел Морозка прочь. Свистнул, гикнул так, Что во всех уголках леса Его слышно было. Эй, медведь шатун, Эй, серые волки, Эй, рыжие лисы, Проснитесь, нарубите дров, Да свезите, Аннушки, кружевницы. Не посмели звери ослушаться. Заморозит еще насмерть, Чего доброго. Взялись всем миром деревья рубить. Раскололи, в полейницы сложили. Опять постучал в окно Морозка. Ну-ка, Аннушка, принимай подарки. Вышла Аннушка на крыльцо И увидела, что на дворе дров полным-полно. А дрова-то все сосновые да березовые. Скорей принялась печку топить. Морозка же тем временем Развязал свой пояс И ненадолго выпустил на свободу Злые ледяные ветры. Они мигом размели все сугробы, Все дороги расчистили. А потом разыскали купцов, Подхватили их лошадей и понесли. Да еще успели просвистеть купцам на ухо. Кто из вас, Аннушку, кружевницу обидит, Быть тому ледяной сосулькой, Так Морозка сказал. Испугались купцы. Они имели от страха. Глядь, а сани возле ворот стоят. Какая-то девочка в окно смотрит, Головой кивает, улыбается. Поняли они, что это и есть Аннушка-кружевница. Что у нее купишь? А когда вошли в горницу, Глазам не поверили. На столе у девочки Целая гора тонких кружев. Да таких затейливых узоров, Каких купцы сроду не видывали. Набросились они на кружева, Как голодные собаки на кость. Еще бы! Товар редкий. В заморских странах Можно выручить много золота. Едва-едва поделили они Аннушкина кружева. Потом бросили девочке Три медных гроша, да и вон пошли. А ледяные ветры тут как тут. На пороге встречают их, Спрашивают, значит, Купчики-голубчики денег жалко. Захотели стать ледяными сосульками. Ну что ж, давайте, братья ветры, Примемся за дело. Пришлось купцам назад вернуться И положить на стол не гроши медные, А золотые рублики. И то они в большом барыше остались. Чтобы не гневить больше злые ветры, Отсыпали они Аннушки из своих запасов И муки, и соли, и сахару. Пообещали часто бывать, Да с тем и уехали. Испекла Аннушка на радостях пироги И с капустой. Тут и Морозка в гости пожаловал. Девочка угостила его пирогами И сказала, Спасибо тебе, Морозка, Пропала бы я без тебя. Не нужна ли и моя помощь? Обрадовался Морозка и говорит, Подари мне один-два узора, Чтобы снежинки новые платья себе смастерили. А то они такие некрасивые, Такие одинаковые. Бери все, Морозка, бери, Я еще придумаю. Полетел Морозка на снежное облако. Сестрички-снежинки, Весело сказал он, Взгляните на эти узоры, Вот такими красивыми и разными Должны стать ваши платья. Ну и переполох поднялся на снежной тучи. Ведь каждая снежинка хочет скорее побывать на земле, Людей посмотреть и себя показать. Несколько дней нигде не шел снег. Снежинки готовили новые наряды. Много шуму было, споров, Примеряли, советовались друг с другом. Наконец, остались довольны. Взмахнул Морозка рукавицей, И снежинки одна за другой Выпорхнули из снежного облака. Все они были в тончайших Кружевных платьях, Чувствовали себя красавицами, И потому не падали, Как прежде, стремглав белым комом, А летали, как бабочки. Чтобы все успели рассмотреть Их новый наряд. Морозка смотрел на них во все глаза И не мог налюбоваться. У одной платья красиво, У другой еще красивее. Одна придумала затейливый узор, А другая еще затейливее. Их неповторимая красота Пробуждала в сердце такую радость, Что Морозке хотелось песни петь, Весело шагать по земле И делать удивительно хорошие, Добрые дела. Вот почему. За одну ночь Все окна домов Были расписаны ледяными узорами. Утром люди вышли на улицу И не узнали ее. Им показалось, Они в сказочном царстве. С тех самых пор Красота зимы Стала спорить с красотой Других времен года. С тех самых пор И Морозка скучать перестал. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok